Девушки отдыхают Адмирал Нахимов, я Петр Васёв, идите Петр Васёв, что вы делаете? Работайте немедленно назад Он вас сейчас протаранит в бою Адмирал Нахимов, что у вас происходит? Ваши координаты Какие координаты? Справа по борту Василий, он идёт прямо на нас Товарищ капитан, что делать? Молитесь, Девушки, мы тонем На следующее утро, 1 сентября 1986 года В новостных выпусках говорили о самых важных событиях для советской страны О визите посла из дружественной Польши О первом звонке для тысяч советских первоклашек И о рекордном урожае зерна Только в конце выпуска на несколько секунд прошла информация о том Что на Чёрном море в районе Цемесской бухты произошла авария Никаких слов катастрофа Никаких сообщений о погибших Только о выживших Пугать страну после недавнего апрельского взрыва на Чернобыльской АЭС Партийные боссы запретили Я вернулась из школы Вот открываю дверь и стоит мама такая бледная-бледная Говорит, ты знаешь, говорят, Нахимов затонул Это было часов 12 дня всего лишь Ходят слухи, она сказала Ну я так улыбнулась Сразу телефонную трубку снимаю Звоню на Мурвокзал Расскажите, пожалуйста, где сейчас стоит Нахимов? Нахимов стоит в Сочи на Мурвокзале В Одесском отвечает Утром в Новороссийск из отпусков прилетели начальник Черноморского пароходства И начальник службы безопасности мореплавания Из Москвы на место трагедии вылетел следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Борис Уваров А город только к вечеру понял Произошло что-то страшное Пляжи в Новороссийске отцепили Всем было строго запрещено купаться К вечеру в зоны купания дошло огромное масляное пятно из мазута и краски Мы были в краске Все в краске А на Новосиове была разбита под Шкиперское А там хранится краска Вот здесь рубашка Вот это брюки, то же самое Первые трагедии напишет газета «Правда» Скудная на подробности заметка о том, что в Цемесской бухте в двух милях от мыса ДОП Началась операция по поиску погибших при кораблекрушении Что стало причиной катастрофы пока непонятно, но ясно одно Жемчужина Черноморского флота Огромный пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов», который для многих был сказкой Несбыточной мечтой Исчез на глубине 47 метров На нашем теплоходе есть все для отдыха веселого, увлекательного, интересного Все время нас окружает комфорт и уют И ненавязчивая, но постоянная забота и внимание экипажа Пароход «Адмирал Нахимов» в рекламе не нуждался Морские круизы на борту самого большого лайнера Черноморского флота Были мечтой каждого советского гражданина В конце 80-х заграничные поездки недоступны И тысячи советских граждан устремлялись на курорты Кавказа Путевки на Нахимов разбирали за полгода до наступления летнего сезона Это был, мне кажется, луч света в темном царстве Советского Союза Потому что многие годы люди копили свои трудовые деньги Чтобы попасть в сказку, попасть в мечту Это был единственный момент полноценного отдыха Который приближался к западным стандартам Эти фотографии были сделаны в 1925 году Во время строительства парохода «Берлин» Именно так изначально назывался адмирал Нахимов В ноябре 1928 года «Берлин» принял участие в спасательной операции И поднял на свой борт 23 пассажира С терпящего бедствия английского парохода «Вестрес» Тогда из-за халатности капитана погибли 159 человек Судно с сильным правым креном затонуло на глазах Экипажа немецкого судна всего за несколько минут Через 60 лет участь английского лайнера постигнет и сам «Берлин» Правда, тогда он уже будет носить имя знаменитого русского адмирала Нахимова Угружаясь, дайверы все отчетливее видят жуткий силуэт огромного стального корабля Под слоем ила и кораллов уже едва различимы названия Адмирал Нахимов Здесь, на глубине 47 метров, оборвалась жизнь 423 человек По этим коридорам в панике, потеряв надежду, метались обреченные пассажиры Борясь за каждый глоток воздуха В каюте до сих пор висят часы, которые остановились в момент удара В 23 часа 12 В ресторане стоит аккуратно сложенная стопка тарелок В каюте на вешалке до сих пор висит чье-то вечернее платье Огромный корабль лежит под водой Но и по сей день существует множество версий его гибели Порой самых невероятных Ведь слишком много роковых совпадений было в тот день 31 августа 1986 года В этот день в Новороссийске было невероятно жарко Экскурсии по городу закончились И утомленные пассажиры Нахимова с нетерпением ждали вечерней прохлады Вернувшись в свои каюты, многие открыли иллюминаторы В том числе и на нижних палубах В 22 часа строго по расписанию адмирал Нахимов отошел от 34-го причала Новороссийского морвокзала Огромный плавучий город, освещенный сотнями огней, взял курс на Сочи В музыкальном зале началась дискотека, открылись бары и рестораны По палубам в сопровождении мужчин гуляли красивые женщины в вечерних платьях До столкновения оставался 1 час 12 минут На судне находился обычный экипаж, многие из которых долгое время работали на этом судне Вахту нес второй помощник капитана Чугновский Судно было полностью подготовлено на отход и для плавания в сложных навигационных условиях Неожиданно на выходе из порта происходит нештатная ситуация На Нахимове стопорят главные двигатели Со стороны Новороссийска пароход стремительно догоняет маленький катер С правого борта спускают парадный трап И на корабль поднимается мужчина с портфелем в руках Вместе с ним его жена, дочь и маленькая внучка После этого Нахимов снова набирает обороты и выходит из бухты Последними пассажирами Нахимова оказались генерал-майор КГБ Крикунов и его семья В 22 часа 10 минут курсом 58 градусов со скоростью 11,5 узлов Из Канады в Новороссийск возвращался сухогруз Петр Васёв В его трюмах около 30 тысяч тонн зерна Командует балкером капитан Виктор Ткаченко Он очень торопится Васёв уже опережает график на сутки И если до полуночи Ткаченко успеет в порт То и капитан, и экипаж получат немаленькую премию В 22.20 на мостике Нахимова получают информацию, что им навстречу движется Васёв По всем международным морским правилам пропускает тот, кто находится слева Значит, адмирал Нахимов должен был уступить дорогу сухогрузу Но вмешался диспетчер берегового поста, который дал команду Виктору Ткаченко пропустить пассажирский лайнер Тот согласился Пётр Васёв, это адмирал Нахимов Вы можете нас пропустить? У нас на борту тысяча туристов Наш курс 160 градусов Идите Вы пропустите нас? Да, идите 23 часа 12 минут сразу после переговоров Пётр Васёв носовой частью протаранит правый борт парохода Сделав в нём пробоину 8 на 10 метров Через открытые иллюминаторы на нижних палубах Вода заполнит все отсеки корабля Спустя всего 7 минут огромный лайнер уйдёт под воду Капитан Марков спасается на одной из первых шлюпок Он прекрасно понимает, что как минимум половина его пассажиров обречена на гибель За время работы капитан Марков проявил себя грамотным инженером-судостроителем Дисциплинированным исполнительным командиром Хорошо знает специфику судов пассажирского флота Обеспечивает перевозку пассажиров на заграничных линиях с высоким уровнем обслуживания С 1977 по 80-е годы Вадим Марков начальник пассажирского отдела Англо-советского пароходного общества в Лондоне Его капитанская карьера на высоте Ему достаются самые лакомые заграничные рейсы В таких вольготных условиях далеко от своего прямого руководства Марков зарабатывает деньги не только стоя на капитанском мостике Капитана было рыться в пуху Почему? После этого я пришел на Брежнев Это бывший Карелия Оказалось, он на Карелии был капитаном И делишки проворачивался агентом испанской фирмы В наказание Вадима Маркова вернули в Союз и закрыли иностранную визу Так он попал на Нахимов Поэтому, когда на борт его корабля поднялся генерал-майор КГБ Владимир Корекунов Который тоже входил в спецкомиссию по рассмотрению дела Маркова Капитан нашел первую же возможность встретиться с чиновником Выйдя из порта и встав на курс Он покинул капитанский мастик В 22 часа мы отошли от причала После прохождения буйо в Пинайской банке Я передал управление судном вахтенному помощнику Чудновскому Ушел в каюту Оставшись на мостике, второй помощник Чудновский Время от времени подносит бинокль к глазам И разглядывает встречное судно Через некоторое время Чудновский докладывает Изменение пилинга за 2 минуты 2 градуса Пилинг тянет к носу, мы сближаемся За минуту до удара капитан Марков в своей каюте слышит 3 громких сигнала Почувствовав неладное, он поднимается на капитанский мостик В это время Ткаченко, капитан сухогруза, почему-то ориентируется только на показания Сарпа Не видя, что творится у него прямо по курсу Наконец он отрывается от монитора, поднимает глаза и столбеняет Перед ним в нескольких метрах виден плавучий светящийся город Ткаченко в панике дает команду полный назад, но уже поздно Только зашел в панику, здесь страшный удар Я упал И потом как Сразу пришел сюда Посмотрел в иллюминатор, а это с моей стороны И увидел огромные буквы в усев Прямо на меня и этот пароход, который в нас влазит Многие специалисты, которые потом расследовали гибель теплохода Были убеждены, что курсы двух кораблей вообще не пересеклись бы Если бы Нахимов не задержался вынужденно на выходе из Новороссийска Они должны выйти где-то часа в 4 вечера А снялися в 11 или в 10 Ждали начальника КГБ А он где-то как пошел в город где-то гулять Они его ждали Если пошел какой-то моряк простой, так иди гуляй Никто его не ждал, если жить не ушли Неожиданное появление на борту Нахимова сотрудника госбезопасности Привлекло внимание и официальной комиссии по расследованию причин катастрофы Тогда заговорили о деятельности советских спецслужб Ведь оказалось, что в портфеле у Крикунова были документы Которые могли разоблачить коррумпированных чиновников Украины Вывозивших через Новороссийский порт контрабандную военную технику И эти документы он намеревался отправить в Москву Но вряд ли из одного портфеля с документами спецслужбы решились бы обречь на смерть сотни человек И если на Крикунове лежит вина за случившееся То она лишь в том, что он опоздал на рейс И теплоходу пришлось остановиться Это только версия Но велика вероятность, что именно это звено стало началом роковой цепочки событий Которые привели к гибели 423 человек Когда я уже был на шлюпочной, там уже был крен, начал резко увеличиваться Я дошел почти до кормы по шлюпочной палубе И тогда уже сзади подошли Кто-то там сказал, что плавать не умеет Ну я отдал свой жилет Для пассажиров огромный Нахимов был настоящим лабиринтом Многие из тех, кто рискнул спуститься в свою каюту за спасательным жилетом Так и не сумели вернуться наверх Мы так устроим, что там надо, наверное, месяц пробыть, чтобы знать, что куда идти Мне уже когда уже спустился вниз, это почти 5 баллов А уже, в принципе, началась паника Люди наверх все, а я вниз Но пока я с трудом туда вниз я пробился То уже была... Вода уже была на нижних палубах Для Юрия Мамайенко рейс на Нахимове был первым в его учебно-судовой практике Как и другие герои нашего фильма Валерий Плетнев и Юрий Донецкий Мамайенко впервые за 25 лет согласился встретиться с журналистами Просто события той ночи им хотелось бы забыть, как страшный сон Забыть, как на их глазах тонули люди Как уходило на дно огромное судно Как лопасти сухогруза рубили на куски тонущих людей У меня была больная С пенеловым телом пятого поясничного позвонка Которая вообще не могла двигаться И я сам свой жилет снял И говорю, ну это уже как Бог даст Останемся живы, останемся, не останемся, не останемся И я ее просто выбросил за вас Да А сам уже с трудом Уже плен большой Я добрался на верхнюю точку Снеги уже вокруг почти никого нет А пароход уже вообще так на борту Я уже сел Как в горке Съехал Ну и совсем немного я только отплыл И чувствую, что такие огромные пульбы Сильно холодная вода То есть он уже в днище Уже он начал уже тонуть Под водой был Я обернул голову И он на моих глазах полностью спелся пароход И когда я думал, что сейчас меня еще так Детянет В общем, я с трудом выплываю наверх Такой здоровый мужик С такой бородой Он меня как схватил Так Я говорю, убери руки Я говорю, мы же вместе уйдем Я с ним уже вдалеке Снутри Так плоты плавают Все, плот был А плоты все уже тоже Людей много Я уже с ним подплыл Говорю, берите его за руки Тяните Потому что он плавать не умеет Его вытащили Меня уже тоже на плот вытащили А там эта женщина Жива Да, я говорю, вот видите как Сохранил Бог вам жизнь и мне Долгое время после гибели Адмирала Нахимова власти молчали Нужно было провести официальную экспертизу Выслушать свидетелей И самое главное Допросить Маркова и Ткаченко Главный вопрос Который непонятен был для всех Как два опытных капитана Могли допустить такие катастрофические ажи У Васева стоял очень хороший локатор Японский Самый последний Ну и с маленькой но Одна деталька там Самая дорогая стояла в советской Ну значит не совмещение Понимаете? А вот за счет этой Этого приставочки Которая советская Было расхождение в длине Он рассчитывал дать задний Судно Перехода С переднего на задний ход Имеет еще большую инерцию Он не успел это сделать Если бы он сделал Раньше На 3 минуты На 5 минут Было все нормально Но капитан Васева Навигационным приборам доверял Гораздо больше Чем своим глазам А САРП Новенький японский локатор Выдавал вполне безопасное Расхождение со встречным судном Но на локаторе У Ткаченко отображался Не только адмирал Нахимов Был еще один корабль Что если за пассажирский лайнер Капитан Васева принял Совсем другое судно Нефтяной танкер Пришвартованный у порта Новороссийск Ведь по умным японским приборам Получалось что их курсы Расходятся на безопасном расстоянии Мог ли опытный капитан Перепутать корабли И как допустил Такое критическое сближение Он смотрел Прежде всего на то Что как он сможет Разойти сначала С Нахимовым Вот И как пройти так Чтобы не мешать Тому судну Которое стоит Он знал что оно стоит Оно стоит на якоре Причем вот кстати Об этом судне Это вообще тайна Никто не знает до сих пор Как это судно называется Даже так Хотя то что оно стояло На рейде Это факт И то что С этого судна Не было никаких сигналов Тонущие люди С надеждой смотрели На такие близкие Огниного Российска Откуда просто не могла Не прийти помощь Но на берегу О трагедии узнают Только в начале первого Пройдет почти час После крушения Капитан Нахимова Вадим Марков Вовремя не подаст Сигнал СОС А Ткаченко Опять же по неизвестным Никому причинам Сообщит о трагедии Лишь спустя 40 минут Все это время Васев будет кружить рядом Трап он не бросит Его заклинит при ударе Выбросит канаты Но путь Казалось бы Близкому спасению Преградят работающие Винты сухогруза Васев нам встретился Мы за канат его Хватились А он начал поднимать плод Полный плод людей И вокруг За канатики Держатся люди Здесь была снята Шкура полностью до мяса Я говорю Бросаем Потому что Ну в этот момент Я видел Что на Васев Лезет наш РФ-механик И подталкивает Женщину По канату Он кинул канаты Но идет И рубит винтами Позже капитан Ткаченко Так и не сможет Объяснить свои действия Во время катастрофы И после нее Почему он не выполнил Своей прямой обязанности И сразу не сообщил На берег о столкновении Почему не заглушил винты И зачем отправлял На берег Неверные координаты Место катастрофы Ответы на эти вопросы Найдутся позже Старший механик Новосевья был В этот момент И В момент столкновения Он был внизу В машине И почувствовал Что что-то произошло И подумал Опять Этот Ткаченко Его на мель посадил Или какой-нибудь Пробойный сделал Но Так сказать Подошел И оторвал Вот эту вот Тилетайпную ленту Ткаченко спускается Вниз И начинает на него Кричать Ты не вовремя Дал задний ход И я из-за тебя Протаранил Нахимов Он говорит Нет Я все Испомнил Вовремя То есть на ленте Это все есть И он начал Бешено искать Эту ленточку Вот Он говорит Я очень умно Поступил Что я ее спрят Дай Говорит Эту ленту Нет Говорит Эту ленту Ты получишь В прокуратуре И вот эта лента Спасла этого человека От тюрьмы Потому что он Выполнял приказание Капитана А вот Ткаченко Вместо того Чтобы давать Указания по спасению Людей Бегал спасать Свою задницу Получив отказ Ткаченко Вырвет страницу В вахтеном журнале И сделает новую запись Он укажет Что столкнулся С судном без огней Хотя не заметить Нахимова Город освещенный Всеми огнями Было просто невозможно По поводу Ткаченко Много было разговоров Что он был еще По своему По своей натуре Он был лихач Потому что На Об этом даже и говорил Следователь По особо важным делам Генеральной прокуратуры Уваров Что были Случаи Когда Ткаченко Просто вот Подходил На очень близком Расстоянии С судном С которым Он должен был Расходиться Он говорит Ну давайте Сейчас говорит Филиппинцы Или там кто-то еще Обгадятся Любитель В августе Во время Во время Которого Человек Управляющий Сложным Техническим Объектом Теряет Возможность Точно Оценить Ситуацию И принять Правильное Решение Ткаченко Сказал Что пропускает Значит Он не должен Был так близко Подпускать Пассажирский Пароход На котором Столько Людей Мы договариваемся И верим Друг Друг Что это Так Делаем У нас Такая практика Сейчас Тем более 21 век Такой прогресс Технический Есть Это связь Все время В любой момент Вызвал Это самое Договорился Сказал Заблаговременно Себе Разошлись И пошли Почему Опытный Капитан Повел себя Столь Безответственно Что это Лихачество Безрассудство Или Ткаченко Действительно Не отдавал Себе Отчет В своих Действиях Многие Называли Адмирал Нахимов Проклятым Судном А после Катастрофы Заговорили Что и затонуло Оно В проклятом Месте Дело В том Что еще В 1930 Годах Именно В Цеместской Бухте Большевики Затопили Баржу На которой Находилось Афонского Монастыря Уже После Нахимовской Трагедии Старожилы Нового Афона Вспомнили Что задолго До нее Было Предсказание 90-летнего Старца Тихона О том Что на месте Утопления Барж с Монахами Через 50 с лишним Лет Произойдет Крупнейшая На Черном Море Катастрофа Это Одесский Порт Именно Отсюда От 16 Причала 29 Августа 1986 В Новороссийск Вышел Адмирал Нахимов В свой Последний Рейс Руководители Черноморского Морского Пароходства В августе 1986 Года Решили Что Такой корабль Такого класса И такого Времени Использования А мы знаем Что корабль Адмирал Нахимов Было построен В 1925 Году И эксплуатировался Около 60 лет Он не может Больше эксплуатироваться На пассажирских Перевозка По всем документам Судно Совершало Последний рейс Круиз Заканчивался 5 сентября 1986 Года После чего Оно должно было Отправиться На слом С формулировкой Техническое состояние Корабля Больше не отвечает Требованиям Техники безопасности Это неправда Почему? Потому что Ну Судите сами Если судно Идет на слом Да То Почему тогда Судовладелец Активно Причем Каждый 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 Контракт То есть Каждый рейс Привозит Техническое Снабжение На Нужды Судна То есть Это На нужды Машинного отделения Запчасти Расходной Материал Электрооборудование Датчики Сенсоры Все это Постоянно Делалось Еще осенью 85-го года Адмирал Нахимов Отправился На плановый Ремонт Который Продлился До весны Капитан Александр Орлов Как раз Был на судне Во время Ремонта Не может быть Такого Чтобы последний Рейс Потому что Для чего Тогда было Делать ремонт Его легче Было сразу Зачем такие Деньги Выбрасывать Было его Сразу Списать Уже И все Какой смысл Ремонтировать Старший Механик Валерий Плетнев На адмирале Нахимове Проработал 9 лет И 3 месяца В его Личном деле Даже была Особая Пометка Использовать Только на Адмирале Нахимове Он лучше Всех Разбирался В особенностях Двигателя Корабля И знал На Нахимове Каждый уголок Валерий Уверен Ни о каком Плачевном Состоянии Судные Речи Быть не могло Если бы корабль Действительно Списывали То команду Должны были Предупредить А версия О последнем Рейсе Нахимова Появилась Уже После Катастрофы Последний Ремонт Был в Болгарии Так вот В Болгарии На судно Пришли Представители Двух Немецких Компаний Это Компания Которая Построила Адмирал Нахимов То есть Бывший Берлин Для чего В Министерстве Морского Флота Российской Федерации Есть запись В которой Немцы Выразили Желание На модернизацию Пяти судов Находящихся На балансе Советского Флота Значит Это Вариант Был На модернизацию И полную Автоматизацию Машинного Отделения И Соответственно Полное Переоборудование Кают По уровню Где-то Примерно В 4 звездочки Получается Что списание Адмирала Нахимова Могло Означать Его полное Переоснащение Модернизацию И возможную Продажу Программа Была Нереализована Почему? Потому что Видимо Кому-то Это Не понравилось И решили Сразу же Просто-напросто Под нож А не просто Подвернулся Случай Кому Была Невыгодна Вторая Жизнь Адмирала Нахимова Может быть Чиновники Просто Не смогли Договориться О цене И о Своей Доле В этой Сделке Подробности Скорей Всего Так и Останутся Еще одной Неразгаданной Тайной Из-за Значительной Пробоины На пароходе Адмирал Нахимов Оба отделения Были затоплены В течение Нескольких Секунд И судно Обесточилось После Расцепления Судов Пароход Адмирал Нахимов Начал Резко Крениться На правый Борт И через 7-8 минут Имея крен Свыше 60 градусов Затонул Заключение Комиссии Подтверждает И версию Членов Экипажа Нахимова Во время Столкновения На корабле Были открыты Все двери Между отсеками И вода Их Мгновенно Заполнила Еще в 1912 Году После Гибели Титаника Приняли Международный Закон О том Чтобы все Корабли Строились Из расчета Что при Затоплении Любых Двух Смежных Отсеков Судно Останется На плаву По сути Нахимов Был кораблем Смертником К тому же На судне Были открыты Все нижние Иллюминаторы Которые По технике Безопасности Должны были Оставаться Намертво Задраенными Если бы Капитан Марков Не растерялся Вместо того Чтобы Ругаться Со штурмом Дал просто Приказ Матросам Включить Систему Защиты А это Клинкетные Двери Закрылись Громкой Связью Объявить Тревогу Громкая Связь По каютам Экипажа Объявить Тревогу И закрыть Иллюминаторы Нижних Палуб Вот что Нужно было Сделать И ресторана Не было бы Это Было бы Затоплено Два Отсека Один Маленький Который Не играет Роли Один Большой И судно Стояло Се Спокойно На плаву Но этого Не было А вот Почему Вопрос К этому Капитану Первым К месту Крушения Подошел Небольшой Лоцманский Катер Который Должен был Проводить Васева В порт Увидев Накренившийся Пассажирский Пароход Мичман Тут же Крикнул В эфир Нахимов Лег на борт Через Несколько Минут К месту Катастрофы Вышли Спасательные Катера Это фотография Спасателя Вот Мичман Гусев Вот Он Тогда Во время Трагедии Поднял Столько Людей Что Его катер Шел Почти Вскрин С водой Он не имел Права Брать Столько Людей Но тем Не менее Он их Взял И вот Они У меня плод Получился Самый первый К этому Катеру Я За катеру Цепился А уже через меня Весь народ И прошел На него Как ступеньку Так что Я там уже Последний Выбирался Ну После этого Уже пошли Ехали Пошли Новороссийск Вот Это наш катер Был самым первым Который Пришел Новороссийск Спасенных Привозили К морвокзалу Отовсюду Были слышны Крики Люди Искали Своих Близких Юрия Мамайенко Тоже Привезли На берег Но на следующем Катере Вместе Со спасателями Он вернулся К месту Катастрофы Именно Кто подавал Признаки Жизни Тех Мы Поднимали И вот Мы поднимали А потом Волной Очередной Меня сбило С этого кранца А катер Как шел Так и ушел И они Меня не заметили Я остался В воде Опять Сам И вот там Я уже пробовал Часа два Сам в воде Уже была Большая Такая волна Все уже Тяжело было В принципе Подумывал Что уже Навряд ли Что-то Мне Поможет Да Ну а потом Увидел Вдалеке Тоже Катер Собрался Силы Мне Начал Подавать Там И меня Заметили Подошли Подобрали И Уже под утро Мне опять Второй раз Привезли Весь порт Тут же Оцепили Ни один Посторонний Человек А тем более Журналист Не мог Проникнуть На его Территорию С теми Кто спасся В первую очередь Начали работать Не психологи Их просто Не было В СССР С полуживыми Людьми Работали Сотрудники КГБ Я сказал Пока Я Не сообщу Домой Уже Речи Ни о ком Разговоре Вообще Быть не может Помню Написал Что Все нормально Все в порядке Помню Что Как я жену Называю Как я ребенка Называю Никто Не может Так Знать На последующие 19 дней Участок Моря Где затонул Нахимов Назовут Полигоном Когда спасатели Поднимут на берег Последнего Выжившего В дело Вступят Водолазы А это Значило Что Теперь Будут Искать Только Погибших Нас Собрали Так и так Вот Но В первую очередь Каюту Начальника КГБ Следовать Достать Его В первую очередь И Возьми Дальше Какая Мне разница Они все Одинаковые Говорят Что Начальник Что Не Начальник Его Дочка Внуточка И Жена Их Четверо Кто Идет Первый Я Иду Первый Я Первый Показал Дорогу Туда Пошел Под воду Нашел Эту Каюту Его Кое Как Я Пробился В Эту Каюту Нет Не В Каюту Пробрался Я Через Иллюминатор Залез Туда Залез В Эту Каюту Туда Туда Облазил Никого Нет В Каюту А Дверь Открыл Коридор Боже Мой Как Лампой Подсветил А Там Плошня Лежит Как Селедок Друг На Возвращаются К кораблю И возвращаются Со страшным Грузом Каждый Подъем Фиксируют Фотокамерой Эти фотографии Потом Вклеят В альбом По которому Родственники Будут Опознавать Своих Родных И близких Операция По Поднятию Самого Судна И Поднятию Погибших На этом Судне Называлась Закодирована Поиск То есть Практически Не хотели Чтобы Об этой Операции Кто-то Знал И кто-то Влезал В эту Операцию И Трупы Тогда Вот эти Погибшие Люди Назывались Пакетами Вот это Было Зашифровано То есть Сегодня Вынули Три Пакета Например Гласила Сводка После того Как во время Очередного Спуска Погибли Два Водолаза Было Принято Решение Поисковую Операцию Прекратить Слишком Много Жизни Нахимов Уже Забрал Мы Все Правила Водолаза Нарушали У нас На режиме На чистом Воздухе Что Это Категорически Запрещено Вот Нам Сокры Время Дали Работать Не Час Там Не два А сорок Минут А что За сорок Минут Только Сделать Ты Только Пришел Пока Свой Пока Сюда Туда Заполз До места Работы Уже Время Кончать А там В этих Лабиринтах Туда Заползешь Оттуда Выходишь Не можешь Войти Завалило Тебя Артистов Владимира Винокура И Льва Лещенко Тоже искали Среди погибших Вечером 31 августа Вместе с сотнями Пассажиров Они должны были Подняться На борт Нахимова Нас искали Искали в воде Искали среди Спасенных Даже нашлись люди Которые говорили Да, да, да Вот мы слышали Что Слышали Что Винокура И Лещенко Должны Ехать Этим Кораблем Отработав Днем Концерт В Новороссийске Уже утром Артистов ждали В Сочи Там они планировали Дать концерт И отдохнуть Пару дней Билеты на Адмирал Нахимов Были в кармане Но какое-то Странное предчувствие Не отпускало Артистов Одна мысль Постоянно Крутилась в голове Им нельзя Идти этим рейсом Был звонок Леве из Москвы Что В колонном зале Правительственный концерт Лева дал согласие На утро Вылететь в Москву И я фактически Оставался один На Нахимове Конечно я переживал Потому что Ну что одному Скучно На концерте Значит были мои друзья Из Новороссийска Там был один Человек Который вообще Учился С моим братом В школе Я его знал С детства Он пригласил Вечером Там балку Шашлыки И все И говорит Зачем тебе Идти на Нахимове Тем более Лещенко не едет Давай С нами Погуляем А утром Мы тебя отправим Коллектив едет Такой морской трамвайчик Катер Ну потрясет Немножко Чуть больше Поедешь Но уже будешь В Сочи Там во второй половине Я согласился А утром Первого сентября Владимир Винокур Узнал Что всего В четырех километрах От Новороссийска Адмирал Нахимов Затонул Приехали ребята И сказали Там трагедия А он же Вся беда в том Что это произошло Не в открытом море Это произошло Почти в порту Сухогруз Въехал В корабль И поэтому Весь город Уже был На берегу Потом Спасали людей И в общем Ну жуткая трагедия была И я даже Я не помню В каком я был состоянии Потому что я понимал Что вот я мог быть там Тем более Мне сказали Что вот эта палуба Ее снесло В первую очередь Где были люксы Моя мама находилась В санатории Отец тоже И они знали Что я иду Нахимовым Пока я до них Дозвонился Это Не было ж Мобильной связи Пока я нашел Возможность Сообщить им В санатории Что я живой И Они не поверили Пока не услышали Мой голос В те дни Сотни людей По всей стране Ждали вестей От своих близких В телеграммах Которые приходили Из Новороссийска Было всего Несколько слов Жив, здоров И подпись Новороссийский порт Органы строго следили Чтобы о реальных Масштабах Катастрофы Не узнал никто С бабушкой Меня с собой брала С пяти лет На Нахимове Я там проходила Со своей племеной Это вот моя бабушка На Нахимове И Полковников Владимир Сергеевич Наталья Рождественская Знает каждого На этих фотографиях Уже 25 лет Сначала ее мама Галина Андреевская А потом и сама Наталья Собирала по крупицам Все, что имеет отношение К адмиралу Нахимову Это кровь Нахимову Несколько, да? Да, это Нахимову Ну вот Адмирал Нахимову Одесса Вот это вот Юбка Вся в краске Это Геннадина Ивановна Марчук Она была в этой вот юбке Весь видна вот эта вот краска Которая Везде в воде была У нее была и рубашка в краске Лицо в краске Волосы в краске Бабушка Наталья и Валентина Пархоменко Работала на Нахимове Заведующей камерой хранения И в тот роковой день Ушла в рейс Когда поползли слухи о катастрофе И в Новороссийский порт Начали звонить обеспокоенные родственники Им всем отвечали одно и то же Адмирал Нахимов Стоит в порту Сочи Мама Обидно чувствовала душу Вот Она не остановилась на этом Она нашла телефон отдела кадров ЧМП Позвонила туда И там ей очень Жато ответили Нахимов потонул Близи Новороссийска В списке погибших Уточняются Все Она собралась в течение 20 минут Она уже выехала В аэропорт Целый день Наталья ждала звонка Он раздался ближе к вечеру Единственная фраза Которую сумела произнести мама Среди живых нет Среди мертвых тоже В течение пяти дней Она среди трупов В рефрижераторах Искала свою маму На пятый день Ее подняли Она ее Каждый год 31 августа Спавшиеся Нахимовцы И те кто потерял в катастрофе Близких людей Приезжают в Новороссийск Чтобы опустить в воду венки И помолиться за тех Кто навсегда остался На борту затонувшего парохода После гибели матери Галина Андреевская Создала фонд Нахимовец Чтобы память о жертвах Страшной катастрофы Не исчезла бесследно Несколько лет назад Галина Андреевская умерла Не выдержала сердце Теперь фондом занимается Ее дочь Наталья Порой бывает очень сложно Помощи от черноморского пароходства нет А ведь Нахимовцам Нужно не так много Автобус, чтобы добраться До Новороссийска Ночлег И возможность Помолиться за своих погибших близких Суд над капитанами Виктором Ткаченко и Владимиром Маркелом Состоялся спустя 6 месяцев В марте 1987 года И продолжался более трех недель Подсудимых привозили на судебные заседания Под усиленным конвоем И размещали за пуле Непробиваемой стеклянной перегородкой Кричали Кричали казнить Причем есть даже Видеосъемки Я видела Когда Кричали Дайте нам Мы сами порвем на куски Только дайте нам Они до сих пор Держат То есть не простили Когда говорят о том Что Марков не виноват Это вызывает очень бурную Негативную реакцию Именно у тех Кто потерял своих родных Вину капитанов полностью доказали Их осудили по статье 85 УК РСФСР Максимальный срок По которой 15 лет лишения свободы Хотя все родственники погибших Требовали судить их по 102 Расстрельной статье На скамье подсудимых Должны были сидеть 3 человека Но второй помощник капитана Александр Чугновский Сам вынес себе приговор И привел его в исполнение После столкновения Он заперся в своей каюте И ушел на дно Вместе с кораблем Вадим Марков и Виктор Ткаченко Досрочно освобождены Осенью 1992 года По иронии судьбы После выхода на свободу Марков устроился капитаном Наставником на судах Черноморского пароходства Учил молодых капитанов Техники безопасности На пассажирских судах Умер в мае 2007 года После тяжелой болезни Виктор Ткаченко Изменил фамилию на Талер И эмигрировал с семьей в Израиль В сентябре 2003 года Канадский береговой патруль Обнаружил вблизи Ньюфаундленда Разбитую яхту и тело трех человек В том числе капитана яхты Виктора Ткаченко После катастрофы На корпусе сухогруза Петр Васев Кто-то крупными буквами Написал Убийца Надпись стерли Сухогруз переименовали Теперь он ходит Под мальтийским флагом 10 июля 2011 года На Волге В районе Куйбышевского Водохранилища Затонул пассажирский теплоход Булгарию Из 208 пассажиров И членов экипажа Удалось спасти Только 79 человек По заключению Официальной комиссии Корабль вышел В рейс перегруженным С критическим креном В 10 градусов К тому же Администрация порта Проигнорировала сообщения О штормовом предупреждении И выпустила Булгарию В рейс А капитан Который своим рабочим местом Дорожил гораздо больше Чем собственной жизнью И жизнью пассажиров Не решился Противоречить начальству С момента Самой страшной Черноморской катастрофы Прошло 25 лет Но урок не усвоен Корабли-смертники По-прежнему Выходят в море С молчаливого согласия Тех Кто ради своей выгоды Готов отправить В рейс Даже неисправные суда А капитаны Похоже Так и не научились Принимать ответственность За жизни людей Которых они берут На борт Но только цена За это Слишком высока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok